здравствуйте милая рукодельница я хочу вам показать вот такую вот елочку сюрпризницу вот как она выглядит вот за эту петельку и и вешать на елочку и вот такой вот небольшой сюрпризик для наших деток для наших внуков вот здесь развязывается ленточка и в общем-то вот так достаются какие-то конфетки какие-то может быть даже маленькие игрушки машинки там какую-то куколку можно положить как подарочек новому году по моему это неплохая такая вот идея именно эта елочка выглядит и как игрушка и как вот такая прикладная штучка сегодня мы с вами я расскажу что для этого нужна мастер-класса ки материалы и мы начнем с вами вышивать саму елочку девочки тут у меня получается вот сама елка и вот такой чехол самую елку будем с вами вышивать на организме я запялила уже это у меня размер а5 15 на 21 сантиметр и для вот этой вот внутренней части для внутреннего вот курючка вот смотрите что там получается вот все получается у нас чистенько так без и не видно обратную сторону не интересно все таки это вот такой вот курючек внутренняя часть должна быть оформлена хорошо для внутренней части я взяла вот такой вот тоненький шелк искусственный может это дошел какой-то такой блестящий почему предлагаю взять именно вот такую ткань потому что ее легко обработать просто зажигалкой вот такой пройдетесь и все все это уберете во первых но не надо будет дополнительного времени для того чтобы обрабатывать вот эти края это уменьшит нашу толщину вот самого нашего изделия ну и сократит время в общем то на ваш выбор вы можете взять что угодно какой угодно ткань только толстую я не советую брать потому что кулек у нас это получится он толстый край этот можно даже будет обделать каким-то кружевом это уж как вы хотите ну я вот так вырезала и опалила зажигалкой значит сейчас буду рассказывать какой размер чего вот такая выкройка вот выкройка 15 сантиметров на 15 здесь у нас прямой угол 90 градусов то есть мы берем просто листочек обыкновенный обыкновенной бумаги для принтеров и вот вырезаем из этого угла откладываем 15 на 15 вот тут то же самое наберем линейкой тренируем каждый вот тут вот но я я видите разница я проверяла своим сантиметром поэтому если вы берете сантиметр значит делайте все сантиметров сантиметром или если вы берете линейку значит линейкой делаете все-таки вот разница есть и вот так откладываете вот так откладываете постепенно делаете такие точки потом по этим . вот это вот 15 сантиметров это у нас сама елка вот она 15 сантиметров это сама елка именно на елку надо вот такой кусочек органзы девочки тут можно взять кругленькие пяльца чтобы на более экономно вот так я кладу и обвожу я положила чтобы мне удобнее было вышивать просто никому а вот именно посередине вот тут я эту выкройку обложу я думаю вот он тоже видно видите вот такой вот клин у меня получился это сама елка я предлагаю еще вот так разбить елку эту просто на глаз на такие ярусы это нужно нам для того чтобы вышивать чтобы более ровно аккуратно мы с вами вышили вот у меня получилось их 5 штук 5 ярусов так это касается елки у нас и теперь мы берем подкладку я взяла тоже кусок просто вот такой ткани приложила вот так девочки здесь добавила 10 сантиметров и повторила все тоже самое вот так же вот я взяла подложила и соединила тут вот такой вот линии все это у меня подкладка нашей елки подкладка нам сейчас с вами пока не нужно мы ее откладываем в сторону и нам нужно елка вот смотрите вот эту елку я вышивала вот вот этими двумя пряжами пряжа вот такая мохнатенькая как травка одна более темная другая более светлая я ее не разбирала прямо тут вот по моему две ниточки она скручена вот так же вот и вышивала во первых это происходит быстро и очень легко девочки если у вас такой пряжи нет то можно выше клиентами только тоже надо взять я предлагаю это конечно атласными лентами сделать не надо переводить шелковые ленты вот два цвета атласный ленту можно выше давайте я хочу вышить эту елочку атласными лентами потому что пряжей я вышивала я расскажу как я вышивала пряжа на тот случай если кто-то захочет именно пряжей пряжи пряжу можно не только вот такую взять а например какую-то такую толстенькую любую для вязания пряжу подходящую конечно не тонкую потому что вы замучаетесь вышивать эту елку это будет у вас очень долго именно вот такой объем на какую-то толстую пряжу мы сейчас будем с вами вышивать вот именно ленточками девочки лента у меня 7 миллиметров атласная я начинаю с темный лент и мы с вами будем вышивать вот смотрите как вот этот первый ярус моего не не зря с вами елочку нашу разбили на ярусы будем вышивать темным цветом потом у нас пойдет светлый цвет потом опять темный светлый и темный я предлагаю так если вы вышиваете пряжей то вы делаете то же самое девочки вот смотрите у меня не сильно контрастная пряжа поэтому ее даже вот в изделии видно только когда вот близко рассматриваешь я делала даже не так я просто делала вот вот так вот вышивала стежки просто прямые и где-то потом вставляла светлые в общем у меня все вот эти вот ярусы я вышивала одинаково темную и пускала светлую нитку сейчас я хочу вышить немножко по-другому просто поэкспериментировать вот как ленточки будут смотреться мне кажется они должны смотреться просто прямыми стежками девочки захожу я на эту линию вот обязательно потому что я следующий ярус мы будем начинать ниже тогда у нас не будет с вами вот этих вот пустот при вышивке тут можно сделать и ленточный стежок и просто прямой стежок вышиваем плотно вышиваем плотно чтобы у нас не просвечивала вот смотрите тут получается у меня видно переход поэтому я вот так могу вернуться и закрыть этот переход просто еще одну стежку и так и придется делать потому что но мы не можем с вами потратить вот столько ленты чтобы все время начинать вот с этого края да просто надо немножко смещать чтобы не было видно этого перехода на организм немножко смещать наш стежок вот здесь это вот видно будет только вот на этом первом ярусе здесь уже ничего не будет видно мы там будем вышивать все достаточно просто а здесь вот этот нижний ряд надо вышивать так чтобы не было заметно перехода мы можем с вами вот так вот вышивать девочки вот сюда вводить в ленту тогда точно у нас не будет никаких перехода видно и у нас вниз елочки будет немножко вот такими ступеньками может это даже интересно и я опять вот так делаю видите вот смотрите я в ленточку вложу и ленту нам понадобится достаточно много в общем то тоже придется повышевать какое-то время на это уйдет я не хочу сказать что пряжи это быстрее в общем то наверно время приблизительно одинаковое мы с вами потратим все здесь я отрезаю беру другую гулачку можно тут ленточный стежок использовать это уж как как нравится но опять же вот смотрите я опять весь ввожу в эту ленту чтобы чтобы не было у нас с вами переходов тогда переходов не видно вот смотрите вот видите переходов никаких не видно так и вот так мы продолжаем девочки с вами до конца я взяла девочки второй цвет вот он более светлый я на тоже 7 на 7 миллиметров вот теперь уже у нас не будет перехода видно как бы мы с вами не вышивали потому что вот эта часть у нас закрыта лентой мы делаем небольшой напуск девочки вот здесь мы будем находить на эту ленточку где-то меньше где-то больше вот чтобы не было просто у нас такого ровного с вами заборчика а будем делать вот так вот неровно здесь я тоже видите вот она у меня линия я захожу за линии здесь на этом плане уже будет проще делать стежки можно тоже вот делать вот такие стежки чтобы разбивать вот этот вот у нас столбик одинаковый где-то можно вот так вот проколоть стежок сделать вот такие какие-то веточки то есть тут мы уже смотрим как нам лучше вышить как можно закрыть вот эти пропуски чтобы не было видно органзы мы помним что это у нас подарочек поэтому вот прям такого сходства с елкой мы делать не будем но имитацию елки мы должны сделать чтобы это было понятно что это вот именно такая игрушка елка ну вот здесь я сделаю пока не вот тут когда мы с вами закругляется закругляется у нас стежки девочки должны вот тут расходиться веером я вот в этом ряду не обратила внимание то есть мы вот здесь их кладем ближе а сюда немножечко не у нас расходятся чтобы не было у нас вот такого вот не получилось что вот так у нас уложены все стежки понимаете эти вот сюда потом они здесь и пошли вот так стежки в эту сторону то есть вот тут мы с вами должны более компактно более рядом вышивать а здесь немножечко они у нас должны расходиться на этой стороне получается не только вот тут одна перетяжка была вот эти все кончики можно аккуратно потом будет зажигалкой припалить или или подшить чтобы здесь вот случайно не выдернуть нашу ленточку их их и и их и и Пусть у вас ленточка поворачивается и блестящей стороной, и обратной стороной. То есть у нас будет игра цвета. Елочка будет интереснее выглядеть. Вот тут у нас уже скоро начнется вот эта серединка, когда мы должны немного изменить направление стежков. Вот здесь, смотрите, вот здесь я буду прокалывать чаще, вот мне нужна как раз вот эта середина. Чтобы она была правильно вышита, чтобы на стежке никуда не перекосились в одну сторону только. Поэтому здесь я делаю чаще, а внизу я делаю немного побольше шаг между стежками. Можно вышить ленточками Сидер Машестик, вот такие красивые блестящие ленточки. Это у вас будет вообще игрушка изумительно красивая, но сюда понадобится много ленточек, они, конечно, не очень дешевные. Если вы хотите сделать какую-то эксклюзивную вещь, то, конечно, это будет очень интересно смотреться. Так, ну вот тут вот я смотрю, что у меня какая-то пустота образовалась. Поэтому я добавляю здесь стежок и ничего страшного в этом нет. То есть, девочки, вы меня поняли. А теперь мы вот сюда у нас должны стежки вот так развернуться. То есть тут уже мы потом выравниваем. Вот здесь самое сложное место в серединке. Значит, вот здесь близко, здесь подальше. Все, продолжаем. Я думаю, что вы принцип поняли, вот как вышивать. Значит, вот этот ряд мы заканчиваем вот такой ленточкой. Потом следующий ряд мы делаем вот такой ленточкой. И то есть у нас каждый ряд будет немножко отличаться. Елочка будет интересней. Она не будет сливаться вот просто одним цветом. Ее можно, конечно, подкрасить, но я думаю, что мы не будем с вами этого делать. Просто вышли вот так вот двумя цветами. Здесь видите, здесь в принципе рядов у меня не видно. Просто сплошной половинь. Так, девочки, ну вот это вот мы заканчиваем. Вышивать саму елочку. Потом будем ее наряжать. Девочки, ну вот посмотрите, что у меня получилось. По-моему, очень даже интересная елка. Мне она больше нравится, чем вот эта вот из пряжи. Тут прямо вот видно, что это такие ярусы разного цвета. Мне не хватило вот этих моих лент. Поэтому я ввела тут еще другие цвета. Вот видите, вот светло-зеленый. Вот такой цвет. В общем, все, что я нашла в своих запасниках, я сюда все применила. И вы точно так же можете сделать. От этого она только выиграет. От этого она только заиграет ваша елка. Девочки, ну теперь самое интересное у нас остается. Это нужно украсить елку. Я думаю, я не буду вам показывать, как я ее украшаю. Потому что все вы мастерицы, все вы это умеете делать. Нужно наделать вот таких вот розочек. Сейчас в этом сезоне, я смотрю, это очень мутно украшать. Свою рукодельную елку розочками, шариками с розочками. Ну вот, вот так вот эту вот елку я делала. Такие и такие розочки. Отдельно это крученная розочка. Вот просто. И я их пришивала. Потом. Вот из такой вот ленточки органзы. Вы можете сделать это из любой ленточки. Вот тут вот я, девочки, пришивала бусинки. Вот такие вот красненькие. Ну типа бусы на елку. Но сейчас можно купить все. Так что вот бусы можно уже готовы. Их просто можно пришить. А можно даже и приклеить на горячий пистолет. Это будет гораздо быстрее. Ну вот так вот выложить волнами и приклеить. Вот такие бусы мне очень нравятся. Они при выпадании на них света. Очень красиво переливаются. Тоже вот так можно пришить. Какие-то пайетки, снежинки. У меня вот тут вот снежинок два вида. Их я приклеила. Просто потому что это требует много времени, чтобы пришить каждую. Вот если вы уж такой очень к этому принципиально относитесь. И вы можете это все пришить. Вот снежинки очень красиво будут смотреться на елочке. Для меня это не принципиально. Я люблю делать быстро. И я все это приклеила. Вот такие у меня есть пайетки интересные. Елочки тоже будут красиво смотреться. Но это все тоже надо пришивать. Поэтому, девочки, вот украшайте свою елочку. Моя елочка, конечно, это не образец для вас. Просто, просто, вот как идея. Вот я хотела тут сделать типа серпантин. Да, вот тут вот я еще использовала. Вот если посмотрите, глиттер. Обыкновенный такой серебристый. Но елка должна все-таки сверкать. Это новая класть. Тем более для малышей, для наших любимых. Все это должно быть праздничное и сверкающее. Поэтому, девочки, вот украшайте. И на следующем видео я покажу сборку этой елочки. Девочки, вот что у меня получилось. Я украсила свою елочку. Вот такой гирляндочкой, как я вам показывала. Вышила несколько шариков и приклеила вот эти бусинки. Все. По-моему, получилось очень симпатично. Мне нравится, как выглядит елочка, вышитая именно ленточками. Теперь мы должны это снять. Тут я все закрепила. И вырезаю. Вырезаю аккуратно, чтобы ленточки не нарушить. Ну и вот так. Все. Я вырезала свою елочку. Здесь более маленькими ножничками можно все это аккуратненько вот так подрезать. Ну и вот тут тоже можно убрать лишнюю органзу. Теперь нам нужна будет зажигалка, которой мы очень аккуратненько вот так все палим лишнее. Очень аккуратно опаливаем. Очень аккуратно опаливаем в этом, девочки. Вот так вот. У нас короткое время подносите и включаете зажигалку. Быстро ее выключаем. Чтобы не повредите, чтобы не повредить вышивку. Лучше несколько раз это сделать. Такие кратковременные воздействия огнем. Так. Ну вот. Все. Теперь я беру свою вот эту вот подложку. С одной стороны у меня тут остался небольшой припуск, но это для того, чтобы тоже подклеить. Я потом могу подровнять это все. Вот так. Девочки, приклеивать я буду опять же горячим клеем. Потому что можно и пришить. Можно и пришить. Вот берете аккуратненько. Вот именно между стежками, чтобы не было затяжек и не было видно. Вот так вот. Вот так именно между ленточками где-то берете и все это пришиваете. Так, кто хочет пришить. Я думаю все это дело приклеить. И начну я сверху. Для того, чтобы мне было удобнее это делать. Я сейчас опозначу где-то у меня елочка. Вот смотрите. Вот она линия, по которой я буду приклеивать. Эта линия у меня немножко, вот смотрите, получается тут небольшой напуск есть. Я так и хочу, чтобы наша вот эта вот внутренняя часть, она не была вот тут приклеена прям по самой кромке, чтобы елочка немножко имела напуск. Вот тут у нас край, который мы не проклеиваем. Мы проклеиваем вот тут вот просто несколько вот таких вот полосочек. Начинаю я сверху. И ставлю тут капельку. И приклеиваю саму верхушечку. Теперь вот так поднимаю и совсем чуть-чуть клею. Так. Вот клею я совсем-совсем немножко наношу. И этого достаточно будет, чтобы приклеить нашу елку. Девочки, у кого нет такого пистолета, значит нужно будет просто пришить. или те, кто не хочет с этим связываться. Вот смотрите, все очень аккуратно, все очень эстетично. Все. И теперь нам надо елку нашу вот так вот приклеить. Давайте тут вот я сейчас эту подложку немножко подрежу, чтобы она не выглядывала. Удобно эти наношницы. Здесь я тоже это склею. Вот эти тоже надо обрезать лишнее. Вот так выписанки разлетелись у меня. И все. И вот так я должна это тоже проклеить. Теперь нам надо сделать петельку. для того, чтобы вешать елочку. Девочки, вот смотрите, я сделала вот такую вот петельку. вставила ее вставила 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 в иголочку. Вставила ее в иголочку. Вот так. такая петелька. Здесь из такой же ленточки можно сделать завязку. Можно эту ленточку, девочки, продеть в ткань. Вот таким вот образом просто вдеть эту ленточку в иголку. И вот таким образом просто продернуть ее через ткань и тогда она лучше будет драпироваться и завязываться. Но вот эта елочка у меня получилась больше почему-то. Не знаю. Или за счет того, что ленты может немножко стеногли у меня. Вот такая идея. Если вам понравилась эта идея, то, пожалуйста, вышивайте, делайте. Вот тоже интересное украшение на елку своими руками. И в то же время можно использовать как вот такой небольшой подарочек для наших внуков и наших деток. Так что я даже не знаю, какая мне больше нравится. Вот смотрите сами. Это вышито лентами, это вышито пряжей. Она более такая вот мягкая. На ощупь она более приятная. Ну а это, мне кажется, она даже больше похожа на такую вот стилизованную елочку. Так, девочки, ну все, я закончила свой мастер-класс. Я благодарю вас за внимание. Если вы будете делать вот такую елочку, то, пожалуйста, присылайте. Мы посмотрим на ваши елочки. Очень интересно всегда посмотреть, что получается у вас. Так, ну все. С наступающим вас Новым Годом. Всего вам самого доброго и вам, и вашим деткам, и вашим мужьям, и вашим самым близким и дорогим людям. Пусть этот Новый Год будет добрее к нам, чем двадцатый год. Принесет счастье, удачу, здоровье. Все. Спасибо. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok